Всем привет! Это ТАМГАЙД! Самый мощный, жёсткий, чёткий, сильный путеводитель по хоккею и одновременно самое лучшее шоу о хоккее по версии моей мамы. Меня зовут Саня Малыхин, и сегодня вы узнаете чуточку больше о хоккее. В хоккее есть такой термин «тройной золотой клуб». В него входят обладатели Кубка Стэнли и золотых медалей Олимпийских игр и чемпионатов мира. Последним, 28-м членом этого клуба стал Павел Датсук. И поэтому сегодня я решил вам рассказать о самых титулованных членах золотого клуба. Поверьте мне, это прям... это прям классно, это прям здорово. Шестое место. Петер Форсберг. Его 19-летняя профессиональная карьера включает 13 сезонов в Национальной хоккейной лиге, где он выиграл два Кубка Стэнли и множество индивидуальных наград, в том числе и наиболее престижный «Хард Трофи» в 2003 году. По итогам сезона 2008-2009 в НХЛ он стал четвертым по результативности шведам в регулярных чемпионатах. Хронические травмы голени и лодыжки, усугубившиеся осложнениями, мешали игре Форсберга, начиная с сезона 95-96. Бывшие одноклубники рассказывают, что ежемесячно Петер пробовал около 60-70 пар коньков, и время от времени его ноги опухали настолько, что он не мог обуть их. Последняя попытка вернуться в НХЛ окончилась неудачей, и после двух игр в составе «Эваланш» в сезоне 2010-2011 Форсберг завершил спортивную карьеру. По словам самого Форсберга, за всю карьеру он перенес 25 операций. Но несмотря на это, он смог выиграть две Олимпиады, два Чемпионата мира и два Кубка Стэнли. Пятое место. Джонатан Тейвз. В ходе своего дебютного сезона в декабре 2007 года Тейвз был назначен альтернативным капитаном Ястребов, а 18 июля 2008 года в возрасте 20 лет и 79 дней был назначен капитаном команды. Со всей историей НХЛ в более молодом возрасте капитанами своих команд становились только Конор Макдэвид, Эдмонтон Оилерс, Сидни Кросби, Питтсбург Пингвинс и Винсанли Кавалье, Тампабэй Лайтнинс. В следующем сезоне Джонатан вошел в состав сборной Запада на матч звезд НХЛ. 28 февраля 2009 года Тейвз сделал свой первый хит-трик в НХЛ, отправив три шайбы в ворота Питтсбург Пингвинс. Всего в регулярном чемпионате 2008-2009 Тейвз набрал 69 очков в 82 играх. 9 июня 2010 года Джонатан выиграл с Чикаго Кубок Стэнли, обыграв в шести матчах Филадельфию Флайерс. За всю историю НХЛ в более молодом возрасте свою команду к победе в Кубке Стэнли в качестве капитана приводил только Сидни Кросби, Питтсбург 2009. Тейвз набрал 29 очков в 22 матчах плей-офф и получил Конс Майд Трофи. Спустя три года он снова поднял Кубок Стэнли над головой. Тейвз был самым молодым игроком сборной Канады на молодежном чемпионате мира 2006. На турнире Джонатан отметился двумя результативными передачами, а канадцы стали чемпионами, обыграв в финале сборную России со счетом 5-0. В 2007 году Тейвз выиграл свой второй молодежный чемпионат мира. И в том же году Тейвз дебютировал на взрослом уровне, приняв участие в чемпионате мира в Москве, набрав 7 очков в 9 матчах. Сборная Канады выиграла золотые медали, победив в финале Финляндию со счетом 4-2. На выигранной Олимпиаде 2010 он стал лучшим нападающим турнира. Через четыре года Тейвз на Олимпийских играх 2014 забил победный гол в финале против шведов и тем самым помог канадцам защитить титул. Четвертое место. Сидни Кросби. На драфте НХЛ 2005 года был выбран в первом раунде под общим первым номером клуба Питтсбург Пингенс. Карьера Кросби в Питтсбурге началась в сезоне 2005-2006. С мая 2007 года он является капитаном команды. В сезоне 2006-2007, набрав в регулярном чемпионате 120 очков, 36 голов и 84 передачи, Кросби получил приз Арт Рост Трофея, вручается лучшему бомбардеру Лиги. Он стал самым молодым хоккеистом в истории НХЛ, сумевшим это сделать. В том же сезоне Кросби помимо Арт Рост Трофея выиграл два других высших индивидуальных трофея НХЛ. Арт Трофея и Лестер Пирсон Эвордс. И стал лучшим седьмым хоккеистом в истории, собравшим за сезон такую коллекцию. В 2005 году Кросби выиграл титул чемпиона мира среди молодежных команд в составе сборной Канады. В 2006-м принял участие во взрослом чемпионате мира. Сидни стал лучшим бомбардиром турнира и был признан лучшим нападающим, но сборная Канады заняла в итоге лишь четвертое место. Ведомый Кросби Питтсбург дважды подряд выходил в финал Кубка Стэнли, где оба раза встречался с Детройт Рэд Уинс. В 2008-м году Питтсбург уступил в серии 2-4, однако через год взял реванш победа в серии 4-3. В 2016-м году в составе Питтсбурга Кросби выиграл свой второй Кубок Стэнли, а также был признан самым ценным игроком плей-офф. В следующем сезоне Питтсбург повторил успех, а Кросби снова получил консмайт-трофе. На зимних Олимпийских играх 2010 в Ванкувере забил победный гол в овертайме финального матча США-Канада, а через 4 года на играх в Сочи стал двукратным олимпийским чемпионом, снова забросив шайбу в финальном матче. На чемпионате мира 2015 года в Чехии выиграл золотую медаль и стал 26-м членом тройного золотого клуба. Третье место. Скотт Нидермайер. Нидермайер был выбран на драфте 1991 года под общим третьим номером команды Нью-Джерси Дэвилс. Нидермайер считался одним из наиболее перспективных и талантливых защитников, когда-либо выступавших в канадской хоккейне Лии. Нью-Джерси смогли задрафтовать спота в первом раунде драфта благодаря предварительному отмену в Торонто Мэппл Ливз защитника Тома Куверса. Никогда о таком уверен не слышали. Свой первый кубок Стэнли в карьере Нидермайер завоевал сезон 94-95, в котором его Нью-Джерси Дэвилс смогли победить в финале Детройт Рэд Уинс со счетом 4-0 в серии, что явилось большой сенсацией, поскольку фаворитом в финале был, естественно, Детройт. Этот кубок Стэнли также стал первым в истории команды Нью-Джерси Дэвилс. В 2000 году Нидермайер и Дьяволы завоевали свой второй кубок Стэнли победе в финале Даллас Старс. Дэвилс дошли до финала кубка Стэнли и в следующем сезоне, однако проиграли Колорадо Эвеландж в 7 матчах. 39 очков Нидермайера в регулярном сезоне и 18 очков плей-офф сезона 2002-2003 помогли Нью-Джерси выиграть третий кубок Стэнли за последние 8 лет. В сезоне 2003-2004 Нидермайер набирает 54 очка в регулярном сезоне, и это позволило ему завоевать Джеймс Норрис Трофи, привав трехлетнюю серию Николса Линстрима. В 2007 году Нидермайер является одним из двух игроков наряду с Кори Ферри, который побеждал на каждом крупном североамериканском и международном турнире. Он выиграл мемориальный кубок, золото молодежного чемпионата мира, золото чемпионата мира, два золота Олимпийских игр, четыре кубка Стэнли и кубок мира. Второе место. Игр. Лорионов. Лорионов стал одним из первых советских хоккеистов, в конце 80-х уехавших играть в НХЛ. На разрешение на отъезд Лорионов добился после публикации в огоньке скандального открытого письма Виктору Тихонову. Первым клубом Лорионова стал Ванкувер Кеннекс, еще в 1985 году задортовавший хоккеиста. Лорионов прибыл в Ванкувер вместе с Крутовым, и в отличие от последнего, отыгравшего в НХЛ только один год, адаптировался к жизни в Северной Америке и провел в Ванкувере три результативных сезона, дважды вместе с командой, выйдя в плей-офф. В сезоне 91-92 партнером Лорионова по звену стал молодой Павел Буре, которого опытный соотечественник взял под опеку, помогая обустроиться за границей. В октябре 92-го года Кеннекс уступил права на Лорионова Сан-Хосе, а в начале сезона 95-96 Сан-Хосе обменял Лорионова в Детройт. В Детройте хоккеист высоединился с Витисовым, там же играли и три более молодых хоккеиста – Владимир, Константинов, Вячеслав, Козлов и Сергей Федоров. Тренер Скотти Боуман придумал выпускать русских игроков в составе одной пятерки, и получившаяся русская пятерка отличалась от других звеньев Детройта, культуры паса и поставленной комбинационной игрой. В том же сезоне Детройт выиграл регулярный чемпионат с 62 победами, а в следующем – Кубок Стэнли. На счету Игоря Лорионова в общей сложности три Кубка Стэнли, две Олимпиады и четыре чемпионата мира. Первое место – Вячеслав Фетисов. Большую часть спортивной карьеры, длившейся с 1976 по 1998 год, играл на позиции защитника в клубах ЦСКА Нью-Джерси Дэвилс и Детройт Рэдкинс. В 80-й играл в легендарной пятерке Лорионова сборной СССР и ЦСКА вместе с Сергеем Макаровым, Игорем Лорионовым, Владимиром Крутовым и Алексеем Касатоновым. С 1989 по 1994 год играл в Нью-Джерси Дэвилс, с 1994 по 1998 в Детройт Рэд Уинс. В НХЛ сыграл 546 матчей, забросил 36 голов и отдал 192 передачи. В плей-офф Кубка Стэнли сыграл 116 матчей, забросил две шайбы и отдал 26 передач. С 1998 по 2000 год был помощником главного тренера Нью-Джерси Дэвилс, которым в 2000 году выиграл Кубок Стэнли, который не идет в общий зачет Золотого Клуба. Но, тем не менее, Вячеслав Фетисов является самым титулованным членом Тройного Золотого Клуба. На его счету две Олимпиады, семь чемпионатов мира и два Кубка Стэнли. Один из трех хоккеистов за всю историю, который сумел выиграть каждый из трех турниров не менее двух раз. Кроме Фетисова, это Петер Форсберг и Игорь Лорионов. Маленький бонус от меня. Майк Бепкак. Всю свою игровую карьеру провел в скромных клубах, даже не из НХЛ. По окончании карьеры в 2002 году стал главным тренером клуба Анахайм Даггс, с которым дошел до финала Кубка Стэнли 2003, но уступил в серии. В 2004 году покинул свой пост, а с 2005 до 2015 года тренер клуба НХЛ Детройт Рэд Минс. В сезоне 2007-2008 выиграл свой первый Кубок Стэнли, а в 2010 году на Олимпийских играх в Ванковере был у руля канадской сборной, которая завоевала золотые медали, ровно как и спустя 4 года в Сочи. 20 мая 2015 года Бепкак возглавил Торонто Мэйпл Ливс. Он заключил 8-летний контракт на сумму 50 миллионов долларов. Почему так много? Майк Бепкак – единственный тренер, член тройного золотого клуба. На его счету две Олимпиады, один Кубок Стэнли и один Чемпионат мира. Вот такая вот подборка на сегодня. Пишите в комментариях, как вам зашел этот выпуск и какие темы я, по вашему мнению, должен освещать. Пишите в комментариях, я с удовольствием все это читаю. И также не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. И, естественно, рекомендовать этот канал всем своим друзьям и знакомым, которые интересуются или не интересуются до сих пор хоккеем. Потому что здесь они могут узнать абсолютно все. И не забывайте, кстати, ставить колокольчик. А так все. Увидимся на хоккее. Я говорю, скажи, мисс Лори, до свидания. До свидания, мисс Лора.